Интересная такая вещь. Смотрите, если я что-то чувствую, пример такой простой. Вот я что-то чувствую. Сейчас сижу и чувствую что-то. Вы, как правило, это почувствовать не можете. Это же мое чувство. А если я эмоцию какую-нибудь начну генерировать, то вот эту эмоцию можно почувствовать. Интересно, да? Есть разные теории о том, как эта эмоция передается. Кто-то считает, что там выражением лица, кто-то еще. Но на самом деле можно даже эксперименты проводить, чтобы при определенной чувствительности человек эмоции ощущает, даже если он не видит другого человека и не слышит даже если. И бывает даже такая история, что какой-то человек там, не знаю, стоял, злился, например, потом ушел, а ты приходишь туда и понимаешь, что тут кто-то злился. Ну, потому что что-то такое есть в атмосфере здесь, присутствует какая-то штука. То есть получается, что эмоция это какая-то энергия, да? Она как-то передается от человека к человеку. Ну, есть такая теория, что вообще эмоции возникли... Ну, у рептилий же эмоций нет, у змей же нет эмоций. Они такие... То есть у них чисто вот на телесных ощущениях все построено. И эмоции возникли как способ вот такого социального общения между животными, да? Я вот иногда привожу такой пример, да? Вот представьте себе какой-нибудь там стадок косуль пасется в африканской саванне и вдруг какую-нибудь крайнюю косулю тут внезапно откутанную. Раз, и крокодил хватает за ногу, да? И что это косуля делает? Она пугается, да? То есть она делает... Вот так делает, да? Ну, и все, стадо срывается и куда-то бежит. Если бы мы в этот момент могли бы остановить это стадо и у косули с другой стороны стада спросить, а ты что бежишь-то? Ну, она бы нам, наверное, сказала, я испугалась. А что ты испугалась? Она же крокодил-то не видела. Она просто вот это вот поймала, передачу такую, да? И поэтому, кстати говоря, многие замечают, что в городе большом очень тяжело жить, потому что тут же все время вот эти все люди ходят и вот это делают вот так вот. Ну, а у меня тело, да, такое же, как у всех, оно, естественно, это улавливает, как бы, и ходить среди людей, которые постоянно эмоционируют, разные, там, злятся, там, боятся, там, еще что-то такое делают. Довольно-таки проблематично, потому что древний механизм, он требует, чтобы я как-то соответствовал этим эмоциям, да? Потому что, ну, типа, это же полезная информация, она полезная для выживания, для какого-то. Можно даже так сказать, что когда эмоция попадает внутрь меня, да, вот кто-то, например, рядом излучил страх или злость, там, агрессию какую-то, да, и оно попадает внутрь меня, конечно, у меня чувство появляется. То есть чувство – это смесь эмоций с ощущением, вот с этой, с этим телом, теплом и тяжестью, как бы, да, то есть что-то там перераспределяется в теле. И наоборот, если я свое чувство начну как-то выражать, да, там, через движение, через энергию какую-то, то оно в виде эмоций будет выходить наружу. Поэтому в свое время я такую придумал формулу, да, что чувство – это эмоция, которая попала в тело. И наоборот, как бы, да, эмоции – это чувство, которое из тела вышло.